Смотровая площадка МГУ. Вот уже несколько дней здесь идет сбор гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного наводнения в Крымске. Отзывчивость и сострадание – основные черты нашего народа. И как бы ни культивировалось в обществе тотальное равнодушие, прикрываемое поговоркой «Моя хата с краю» – оно отвечает рефлекторной самоорганизацией и сплоченностью перед лицом общей беды, будь то стихия или преступная халатность чиновников. И пока последние лгут в собственное оправдание, люди несут одежду и обувь, постельное белье и бензопилы в помощь пострадавшим от наводнения в Крымске. Некоторые едут волонтерами, не печенек ради, по зову сердца. Эта помощь, в принципе, она должна быть всегда. Такие же вот акции можно проводить, мне кажется, и не только, когда случаются какие-то очень страшные события. Я считаю, что можно в какие-то отдаленные деревни там вот собирать помощь и привозить вот так, если честно. А сейчас просто, ну, народ взбудоражен, всех потрясло, поэтому так отзывчиво. То есть вы предлагаете сделать такие акции будничными? Мне кажется, что да, неплохо бы было. Вы решили поехать волонтером? Да. А почему? Ну, потому что я неравнодушна и невозможно просто так смотреть, когда там у людей горе и многие остались без крова. И хочется хоть как-то, хоть чем-то им помочь. Ребят, просто организуйте нормально. Информации ноль, никто ничего не знает, организации ноль. Я не имею в виду волонтеров, я имею в виду, не знаю кто, МЧС, наверное, должен этим заниматься, еще кто-то. Ну, информации ноль, никто ничего не знает. Я двое суток пытаюсь уехать, вот сегодня, слава богу, уеду. Сегодня вот сейчас в автобус записано порядка 20-30 человек, но люди приходят, то есть так же будет автобус еще в 6 часов. В принципе, автобусы вмещают вот оба, около 100 человек, то есть мы думаем около этого числа. Плюс еще завтра у нас будет один или два автобуса с фурами уехало в сопровождении несколько человек. То есть, ну, порядка сотни человек сегодня. Когда государство вместо решения реальных проблем лишь занимается обелением самого себя, гражданское общество объединяется вокруг страшной беды. И это нормально, потому что так происходит в любом цивилизованном обществе. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал «Политвестник». Особая буква.